Кому нельзя есть хурму? Проверьте, есть ли вы в списке. Некоторым людям нельзя есть хурму, хотя для большинства эти плоды чрезвычайно полезны, ведь содержат большое количество питательных веществ и клетчатки, необходимых организму для нормальной работы. Чем полезна хурма? Хурма содержит большое количество питательных веществ, витаминов и минералов, полезных для организма человека. Витамины А, С и В, марганец, йод, калий, полезные растительные соединения. Плоды этого фрукта обладают антиоксидантными свойствами, улучшают здоровье сердца, снижая вероятность инсультов и гипертонических заболеваний, уменьшают риск возникновения диабета, снижают артериальное давление и уменьшают воспалительные процессы. Большое количество клетчатки помогает сохранить здоровую пищеварительную систему, а бета-каротин поддерживает здоровое зрение. Кроме того, в мякоти и кожуре хурмы содержатся флавоноиды, которые являются мощными антиоксидантами и полезны для профилактики сердечных заболеваний. Когда лучше всего есть хурму, диетологи советуют употреблять хурму отдельно от основного приема пищи. В это же время не стоит есть ее натощак, плоды этого фрукта могут вызвать боли в желудке. Лучший вариант – перекус хурмой между приемами пищи, поскольку имеющийся в ней пектин благоприятно влияет на работу пищеварительной системы и чистит организм от шлаков. В целом рекомендуют употреблять от одного до трех плодов хурмы в день, в зависимости от их размера. Кому нельзя есть хурму, ограничить потребление хурмы или отказаться от нее совсем стоит. Детям до трех лет. Аллергикам. В редких случаях плоды этого фрукта могут спровоцировать аллергические реакции организма. Диабетикам. Хурма содержит достаточно много сахарозы и фруктозы, которые могут стать проблемой. Людям с избыточным весом. Хурма повышает сахар в крови. Людям с проблемами щитовидной железы. Хурма богата йодом. Людям с расстройствами желудочно-кишечного тракта. В хурме – большое количество растительных волокон и танина. Она также имеет значительное вяжущее свойство вследствие присутствия дубильных веществ.